Здравствуйте, я Олег Дорман, режиссер фильма «Подстрочник». «Подстрочник» был показан по телевидению в 2009 году и с тех пор ни разу. Фильм никогда не выходил на дисках, сейчас он существует в виде книги и на пиратских сайтах, которые пренебрегли запретом авторов. А вслед за тем в нашем восьмом классе у двоих ребят, Галя Ювшиц и Володя Сосновского, арестовали отцов. Потом матери, между прочим, тоже. И их, как только арестовали их отцов, устроили комсомольское собрание и стали исключать из комсомола. Формула, которая мне показалась абсолютно нелепой, идиотической. И, между прочим, если меня услышит когда-нибудь нынешняя молодежь, я считаю, что это очень полезно им напомнить, вообще до какого абсурда доходила та жизнь. Просто сейчас вот коммунисты демонстрируют с ностальгией по старому времени, вот исключали 15-летних мальчиков и девочек комсомола за то, что они раньше КГБ не разоблачили своих отцов. Хорошая фабулировка. Значит, им было 14-15 лет, они должны были разоблачить отцов. И за это их исключили из комсомола. Но я, человек, не привыкший молчать, в свои дурацкие 15 лет встала и сказала, что это глупость, абсурд, и что невозможно исключать детей из-за этого. Во-первых, никто не доносит на родителей, а во-вторых, как они могли? Почему? Отчего? И тут же сделали первый фото в комсомольском собрании и немедленно вслед за этим исключили меня за то, что я выступила против этого решения. Я, вне прощем, должна покаяться. Я... Два человека у нас были только в комсомоле из нашего класса. Вот я, к сожалению, была из первых. В этом своем неудержимом стремлении попытаться слиться с общим потоком. Вот Лёва Базименский, сын поэта Льва, консомольского поэта Льва Базименского, Лёва и я. И надо сказать, что когда меня исключили, он тоже выступил. И второй раз сделали паузу, его тоже исключили на этом же собрании. Ну, я хочу сказать, что мы были настолько дураками тогда, с Лёвой, что оба были уверены, что стоит нам прийти в райком комсомола, как раз немедленно восстановить этого. И уководился этим этот комсорг Миша. А когда мы пришли в райком комсомола, то нам даже не дали изложить обстоятельства дела. То есть никого абсолютно не интересовало, за что нас исключили. Просто немедленно, мгновенно проголосовали и утвердили наше исключение. И все. Нам даже почти не дали открытие рта. И это было, по-моему, окончательным и последним моментом в моем полном отражении от этой системы. Для того, чтобы фильм жил, необходимо приобрести права на бессрочное использование музыки в нем. Ее много. Это мелодии, сопровождавшие жизнь Лилианы Зиновьевны Лунгиной на протяжении прошлого XX века. Французская музыка, ее детство, немецкое отрочество, песни из трофейных фильмов военных лет и советская музыка нескольких десятилетий. Мы с моим другом и продюсером Феликсом Дектором решили обратиться к публике с предложением собрать деньги на оплату прав вместе. Это позволит вернуть фильм на экран, не передавая его в чье-нибудь распоряжение. Его можно будет показывать по телевизору, выпустить на дисках и распространять через интернет. Субтитры создавал DimaTorzok